Шоколадная карамель Привет, друзья! Сегодня я приготовлю шоколадную карамель и остановлюсь на некоторых сложностях, которые возникают при приготовлении карамели. Посуду для приготовления карамели лучше брать с толстым дном и достаточно широкую по диаметру. Такой у вас не будет гореть сахар, особенно при приготовлении сухой карамели и вам будет проще мешать. Первую сложность часто вызывает приготовление сухой карамели, то есть само плавление сахара. Если у кого-то есть с этим проблемы, то сахар карамелизировать можно и другим способом, а именно всыпьте 100 г сахара в посуду и сюда же влейте примерно 30 г воды. Ювелирная точность здесь не нужна, в меньшем количестве воды трудно раствориться сахару. Если нальете больше, все получится, только нужно будет дольше кипятить сироп. Теперь включите под сотейником небольшой нагрев. Ничего не мешайте, ничего не трогайте. Ждите, пока сироп закипит и сахар в нем полностью растворится. Пока ждете, вскипятите 120 мл молока и добавьте 20 г какао-порошка. Молоко нужно именно прокипятить во избежание разного рода неожиданностей. Я решила этот рецепт сделать именно на молоке, потому что много вопросов, можно ли вместо сливок использовать молоко и в каких пропорциях. Друзья, на нашем канале множество рецептов на любой вкус, от повседневных до праздничных блюд. Если вы хотите найти какой-то определенный рецепт, вбейте в строку поиска Ирина Кукинг, название конкретного блюда и нажмите Enter. Вторая сложность, которая часто возникает при приготовлении карамели, это введение сливок или молока. Для того, чтобы облегчить этот процесс, возьмите общее количество масла 60 г и визуально разделите его на 2 части. Масло должно быть комнатной температуры, поэтому достаньте его из холодильника заранее. Когда весь сахар растворился, нагрев сделайте сильнее. Ничего не трогайте, ничего не мешайте и ждите, пока сироп достигнет красивого насыщенного карамельного цвета. К тому моменту, когда сахар приобретет карамельный цвет, вам нужно еще раз нагреть молоко с какао до очень горячего состояния. Когда сахар начал темнеть, можно его перемешать и когда цвет меня устраивает, я добавляю половину сливочного масла. К данный момент нагрев у меня минимальный. И когда все масло размешалось, постепенно частями ввожу горячее молоко с какао. Для введения жидкости лучше использовать посуду с носиком, если такая есть. Теперь проварить карамель одну минуту и выключать нагрев. Если хотите, чтобы карамели был более интересный вкус, добавьте щепотку соли. И теперь дайте карамели немного остыть, примерно до 70 градусов. Примерно через 3 минуты добавьте оставшееся сливочное масло и быстро-быстро его вмешайте. Не нужно давать ему плавиться самостоятельно. Это придаст карамели такой блестящий шелковистый цвет и хороший сливочный вкус. Если у вас вдруг остались там какие-то крупинки сахара или какао, процедите ее. Но по идее при таком способе ничего не должно остаться, все должно хорошо раствориться. И теперь можно перелить карамель в ту посуду, в которой она будет храниться. Вот такая шоколадная карамель у меня получилась и обязательно получится у вас. Я желаю вам приятного аппетита! Посмотрите какая густая стала карамель после остывания. Субтитры сделал DimaTorzok